В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Программа в действии. Еще один саровский ветеран приобретет новое жилье. Пневматическое или электронное саровчане продолжают сдавать нормы комплекса ГТО. Заряд бодрости на неделю вперед в жилом комплексе Саровской Ривьеры прошел фитнес-уикенд. Далее расскажем обо всем подробно. Участники Великой Отечественной войны должны быть обеспечены жильем. Такой указ подписал Дмитрий Медведев в 2008 году. И в рамках его реализации с 2009 года в нашем городе свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета уже улучшили 46 ветеранов. 6 августа социальную выплату получил еще один житель нашего города. Подробности далее. 16 июля губернатор Нижегородской области подписал распоряжение о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья одному из самых активных и известных ветеранов нашего города Николаю Васильевичу Финько. В апреле этого года, 2018 года, Финько Николай Васильевич, 25-го года рождения, являющийся инвалидом войны, был поставлен на учет в качестве нуждающегося. Документы по нему были сразу направлены в Министерство социальной политики Нижегородской области. На основании нашей заявки министерство запросило средства федерального бюджета на обеспечение его жильем. И уже сегодня Николай Васильевич – обладатель документов, которые дают ему право приобрести новую квартиру на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Я очень рад, что мы нашли решение этого вопроса. Я вас поздравляю с тем, что вы такой заслуженный человек, известный человек в нашем городе, ветеранином войны Великой Отечественной войны, что мы исполняем свои обязательства перед вами. Спасибо. И желаю вам, чтобы это вам пошло на пользу. Приобрести новую квартиру Николай Васильевич должен в течение трех месяцев. Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом окажут семье-ветерану полную юридическую поддержку до завершения сделки по приобретению жилья. Саровчанин был найден повешенным в собственном доме. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел. Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина совершил самоубийство. Произошло это в одном из садоводческих обществ города. Предсмертной записки не обнаружено. Подробности и причины суицида выясняются. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В городе по-прежнему активны мошенники. Схема обмана простая, всем известная, но почему-то продолжает работать. Двое молодых людей позвонили в дверь пожилому мужчине и попросили налить им стакан воды. Пока пенсионер ходил на кухню, неизвестные проникли в дом и забрали пять тысяч рублей. Они лежали в коридоре у него, может быть, на какой-то полочке. Молодые люди денежные средства забрали и ушли. Хотелось бы сказать, конечно, чтобы пожилые люди были более бдительными, чтобы не открывали двери незнакомым лицам. Увеличилось и число мошенников, промышляющих в глобальной сети. Девушка разместила в интернете сообщение о продаже выпускного платья. Через несколько дней раздался телефонный звонок от псевдопокупателей. Злоумышленники сообщили, что представляют некую фирму и готовы приобрести товар. Сказали девушке, что они, как юридическое лицо, могут перечислять в размере только не менее 20 тысяч перевода. Платье стоило семь. Она перечисляет первую разницу. Там, может быть, не в полном размере. И сейчас не денег, только платье у нее. На дорогах за прошедшую неделю произошло 9 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. В состоянии алкогольного опьянения задержано 8 автолюбителей, из них 3 повторно. 7 августа с 8.30 утра до 4 часов вечера в новой части города отключат электричество. Как сообщает Саровская электросетевая компания, в связи с проведением ремонтных работ будет отключено электроснабжение на улице Садовой во всех домах с 1 по 10, в нечетных с 11 по 39, в 43 и 45. Также без света останутся дома номер 4, 6, 8, 12, 14 по проезду Садовому. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Горячую воду обещают дать на день раньше запланированного срока. Как сообщили в Саровской теплосетевой компании, сети горячего водоснабжения начнут заполнять во вторник, 7 августа. Это значит, что уже завтра жители некоторых домов смогут убрать тазики и бедра обратно на балкон до следующего лета. В масштабах города горячая вода появится в среду 8 августа. В избежании катаклизмов Саровчан настоятельно просит держать краны закрытыми. Родители юных Саровчан предупредили об изменениях. 7 августа медицинское обслуживание больных детей, а именно вечерние вызовы из детской поликлиники, будут передаваться в отделение скорой медицинской помощи. При необходимости вызвать врача к ребенку после 14 часов Саровчан просит обращаться по телефону 03 или 103. При наборе сотового врача можно вызвать по номеру 112 или 8-831-30-601-04. В четверг 9 августа на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные Саровчане могут принести сухой корм педигри, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 9 августа в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. В Молодарском районе прошли соревнования поисково-спасательных расчетов поисково-кинологической службы МЧС России Приволжского федерального округа. В них приняли участие 14 команд со всей страны. В течение пяти дней сотрудники МЧС соревновались и оттачивали свое мастерство в проведении поисково-спасательных работ и обменивались опытом подготовки собак. В соревнованиях приняли участие и саровчане. Три этапа личного первенства Сергей со своей четвероногой помощницей прошли на отлично. Сначала продемонстрировали судьям послушание и ловкость хита. Затем приступили к поиску условно пропавших и потерявшихся в условиях леса и техногеном завали. И был еще четвертый этап. Это он называется командный поиск. Когда вся команда в сборе собирается и ей дается какой-то участок. Там неизвестно сколько пострадавших, сколько статистов. В условиях ограниченного времени нужно было не только найти всех людей, но и оказать первую помощь. А на финише судьям нужно было представить фото всех обнаруженных статистов. ХИТ справилась с такой трудной задачей, чем заслужила особую похвалу от жюри конкурса. Это молоденькая у нас собака. Но уже начинает хорошо работать. То есть, как сказали судьи, собака выросла. Четвероногая спасательница всего три с половиной года. Благодаря своим природным данным и умелой дрессуре, ХИТ уже не в первый раз завоевывает призовые места на соревнованиях. На 12-х открытых региональных сертификационных соревнованиях поисково-спасательных расчетов МЧС России Приворского федерального округа она продемонстрировала все, на что способна, в условиях, приближенных к реальным. В этот раз она в личном первенстве первая стала. Везде лес, техногенка и общий зачет. Экзамен на профпригодность пройден. По итогам прохождения этапа в ХИТ получила допуск к поисково-спасательной работе. Первое место в соревнованиях – это не повод почивать на лаврах. Кинологические расчеты постоянно оттачивают свое мастерство и проводят еженедельные тренировки с волонтерами по поиску человека в лесу. Лето – самое любимое время года у юных саровчан. Именно в эти три месяца ребята могут не ходить на уроки в школу и получают прекрасную возможность уехать на смену в детский лагерь, где точно скучать не придется. Для участников смены постоянно готовят различные мероприятия, как образовательные, так и спортивные и музыкальные. Одно из таких прошло в детском оздоровительном центре «Березка». Там состоялся акустический квартирник саровских рок-музыкантов. Мальчишки и девчонки из детского лагеря «Березка» привыкли к таким концертам без повода. И заходя в актовый зал, уже точно зная, что это будет вечер хорошей музыки. Очередной акустический концерт в формате квартирника для детей музыканты проводят уже третий раз за каникулы. Этот квартирник просто квартирник от короткого замыкания студии, в которой мы занимаемся. И, собственно говоря, приезжаем к детям в лагерь играть музыку. Музыканты тщательно подошли к подбору песен для квартирника. Спят «Телефоны», «Добро» и многие другие композиции, которые уже стали хитами среди молодежи нашего города. Для детей помладше исполнили песню «Разбойников» из мультфильма «Бременские музыканты», за что были вознаграждены шквалом аплодисментов. Дети разного возраста с первых аккордов приняли позитивное настроение музыкантов. Громкие аплодисменты и одобрительные возгласы сопровождали каждую песню. Одни впервые познакомились с репертуаром группы, другие знают песни наизусть. Услышав знакомые слова, ребята подпевали, танцевали и снимали видео на свои телефоны. Я вообще первый раз слышу эту группу, и я думаю, что я ее вообще буду слушать. На самом деле. Очень классно. Классно очень. Даже не хочется хлопать. Просто хочется наслаждаться музыкой. Мне очень нравится. Советую вам тоже приходить на личные концерты. Это единственная музыка, которая со смыслом. То есть это прям ухо. Приятно слушать. Рок в Сарове жив. Участники квартирника уверены в этом на все 100%. И готовы подтвердить это. Более подробно о рук музыки нашего города, об авторах и исполнителях Андрей Кочкин расскажет в свежем выпуске соседского Wi-Fi. Саровчане продолжают активно сдавать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Среди привычных видов спорта, таких как прыжки, пресс, наклон и бег на различные дистанции, которые представлены в комплексе ГТО, особняком стоит одна из самых военизированных и сложных дисциплин – стрельба. Сдавать этот норматив можно как из пневматического оружия, так и электронного. Какой вид выбрать и в чем их существенная разница, расскажем в следующем репортаже. Максим Бердов на огневой рубеж пришел сразу после кросса на 3 километра. Молодой человек уверен, что если готовится заранее к сдаче тестов комплекса ГТО, то можно и пробежать как надо, и пострелять, и при необходимости еще и гранату метнуть. Когда встал выбор, из какого оружия сдавать норматив по стрельбе, выбрал электронное и не прогадал. Это уже другая стрельба, здесь нет отдачи, здесь все как-то плавнее, здесь проинструктируют все дела. Если же стрелять из пневматики, то все равно какой-то фактор отдачи и прочие факторы все равно не роль играет. Сдача норматива по стрельбе из электронного оружия достаточно простое дело. Подходишь к рубежу, тебе дают 3 пристрелочных выстрела, ты их можешь произвести очень быстро, после чего производишь 5 выстрелов на зачет. Оказалось, что с первого раза неподготовленный человек вполне может выполнить тестирование, ну если не на золото, то на серебро наверняка. С пневматической винтовкой так не получится. Чтобы выбить заветные 25 очков на мишени, придется походить на тренировки. Проще для населения, конечно, стрельба из электронного оружия, не требует такой большой подготовленности. Пришел, прицелился, нажал на спусковой крючок и результат уже сразу на компьютере видно. Конечно, метко стрелять такой спортивный аттракцион не научит, но если вы ставите себе цель получить золотой значок, то стрельба из электронного оружия – это тот путь, к которым стоит пойти. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Провести утро выходного дня весело и с пользой для здоровья. На территории жилого комплекса «Саровская ривьера» прошел фитнес-уикенд от клуба «Броска». Поучаствовать в спортивном празднике пришли десятки жителей с нашего города. Опытные тренеры клуба «Броска фитнес» провели занятия по зажигательной зумбе, ободрающему функциональному тренингу и уравновешивающему бодибалансу. Подробности далее. Доброе утро! Поехали! Вдох! Выдох! Еще раз! Вдох! Три часа спорта на свежем воздухе. Для этих девушек это лучший вариант, как можно провести утро выходного дня. Желающих принять участие в фитнес-марафоне оказалось немало. Юлия Аношна на уикенд пригласила подруга. И, как признается спортсменка, она ни разу не пожалела, что пришла. Тренировки прошли весело и интенсивно. Несмотря на то, что я вообще первый раз сюда пришла, но почувствовала очень дружелюбную атмосферу, которая способствует занятию. Здесь очень красиво, очень зелено, плюс еще очень дома красивые. Соответственно, даже присутствие речки рядом, набережной красивой. Поэтому я думаю, что место они выбрали очень удачное. В фитнес-вукенде приняли участие новички и те, кого уже можно считать опытным спортсменом. Татьяна Сластина – постоянный клиент клуба «Броска фитнес». Спорт уже давно стал неотъемлемой частью ее жизни. И провести воскресное утро на тренировке, пусть даже под жарким солнцем, для нее не проблема. Я уже шестой год занимаюсь, поэтому мне уже без этого никак не жить. Мне очень нравится этим заниматься, поэтому уже как бы привычка. Уже не лежится дома, встаешь, уже бежишь на тренировку, уже знаешь, что будет сейчас. Бодрость, позитив, общение с девчонками – это так вообще заряжает энергией на целую неделю. Спортивный марафон под зажигательную музыку продолжался около трех часов. Для участниц организаторы подготовили обширную программу из трех мастер-классов. Начали с зумбо-аэробики. А зарядившись энергией спортсменки перешли к силовым упражнениям – функциональному тренингу. Прыжки, отжимания, приседы. Чтобы добиться результата, участницам пришлось выложиться на максимум. Они крутые! Они молодцы, девчонки молодцы пришли, не поленились, поднялись пораньше. Мы видим прогресс занятий фитнесом. Люди в городе больше стали этим интересоваться. Для них движение стало действительно частью их жизни. И наши клиенты, постоянные девочки, они не могут просто жить уже без фитнеса. И заключительный мастер-класс – бодибаланс. Это направление включает в себя йогу, стрейчинг, пилатес и, конечно, релакс. И, по мнению участниц, когда эти упражнения проводишь не в спортивном зале, они приносят двойное удовольствие. Занятия на свежем воздухе еще больше стимулируют и мотивируют. И после этого очень хорошее настроение, на самом деле. Это лучше, чем тренировка в зале. А вообще, посмотрите, какой здесь прекрасный вид. И газон, и все. И, в общем, ревьера супер. Фитнес-уикенд от броска фитнес никого не оставил равнодушным. Мастер-классы получили большой отклик среди соровчанок. А это значит, что организаторы постараются теперь как можно чаще проводить подобные открытые занятия. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова